Я еще в который раз, вы здесь снимали 2 метра грунта, здесь засыпали, засыпали. А я не видела 2 метра, я вчера проходила тут 2 метра. А когда вы экскаватор здесь копал, вот это все вы не видели? Когда я здесь копал экскаватор, вынимал. Хорошо, вот первая посадка была в районе Вольска. И вот если вам интересно, пройдите, посмотрите, как там сели деревья, что такое просадка, посыпают грунт. Там вложение везде, везде. Вот давайте дачники, я 6 лет сажаю эти деревья. Ну да, мы не сажали никогда. Такие споры на Столыпинском проспекте в эти дни дело обычное. На главной пешеходной улице в очередной раз пытаются высадить деревья. Больше всего вопросов у горожан к методу посадки крупномеров. Конечно, не все сажают на даче 7-метровые деревья, и у посадки таких деревьев есть свои особенности. Это первое. А второе, то, что здесь производилась замена грунта в посадочной яме на глубину 1,5 метра. Так как мы предполагаем, что, ну, и когда мы меняли грунт, то мы увидели, что там много строительного мусора, щебня. Есть посадочные ямы практически заполнены чистым песком. При ремонте проспекта, при ремонте коммуникации, очевидно, что подлежащий грунт, он неоднократно, с ним что-то происходило, не вполне пригодное для жизни деревьев. Поэтому грунт здесь и менялся для того, чтобы обеспечить возможность корням развиваться хорошо. И, помимо этого, в посадочной яме мы можем сейчас увидеть систему полива и аэрации, которая состоит из трубы большого диаметра с отверстиями в геотекстиле и двух трубок выводных вверх, через которые поливная машина будет подавать воду непосредственно к кому дерева. То есть, как это всё будет происходить? Давайте объясним. Да. Вот эти вот два отверстия... Эти два отверстия, они будут накрыты крышечками, через которые поливная машина с помощью шланга будет подавать воду непосредственно вот в эту трубу. И вода будет поступать непосредственно к кому дерева и в нижней части. Потому что при поверхностном поливе часто получается, что промачивается верхний слой, где-то сантиметров 5-10 верхнего грунта. А, собственно, ком дерева с корнями остаётся непромоченным. Вот многие обратили внимание, что вот эта вот корневая система, да, она запакована, и люди говорят, что прям так и посадят. Ну, мы сейчас видим, что мы распаковываем корневую систему. То есть, сетку мы снимаем, рогожку, мешковину мы отгибаем и заворачиваем ещё раз в мешковину, заворачивается ещё дренажная труба для того, чтобы предотвратить её заиливание. И мы видим, что деревья будут уже закапываться, ком уже освобождён от того, что покрывало его сверху для того, чтобы он не разваливался. В этот раз на проспекте высаживают вязы. В общей сложности 60 штук. Возраст этих деревьев, наверное, около 8-10 лет приблизительно, может быть, чуть больше, чуть меньше. И это вяз гибридный додоинс. Вяз, да? Да, сортовой вяз додоинс. Он характеризуется тем, что у него можно как раз увидеть, что у него металловидная форма кроны. То есть, видите, такая как бы не широкая. Она широкая будет в дальнейшем, когда он немножечко подрастёт где-то через какое-то время. А сейчас пока металловидная форма кроны. У него крупные листья, которые хорошо справляются с пылью и много выделяют кислорода. Спорят горожане и по поводу высоты посадки. Почему корневая система целиком не погружается в землю? В Москве он очень часто используется. То есть, практически все деревья в Москве сейчас посажены именно таким способом. И они тоже все посажены завышенно. То есть, там где-то плюс 15-20 сантиметров. Но там обычная посадочная яма, то есть, там нет замены грунта на полтора метра. Там обычная посадочная яма, она глубиной примерно 75-80 сантиметров для крупномеров. А вот завышенно посажено для дерева это как? Завышенно посажено для дерева хорошо, потому что не будет заглубляться корневая шейка. Это основная причина как раз гибри деревьев на проспекте. И с течением времени, где-то примерно год, полтора, два, дерево постепенно будет опускаться вниз и примет свое естественное, нормальное, обычное положение, как все деревья здесь расположены. Между тем, эксперты не разделяют оптимизм подрядчика. Профессор Ольга Сокольская уверена, выбранный сорт не подходит для наших условий. Высаженные, точнее, вязы, во-первых, не того сорта. В 2004 году Европа отказалась от этого сорта из-за того, что он быстро реагирует на голландскую болезнь. Это мы начнем с этого. Во-вторых, они достигают размера где-то 18 метров, но колонновидные в основном. Они не будут расти шире у нас, потому что у них не позволяет, скажем, их местоположению. А для проспекта необходима, во-первых, тень, которая поможет решить вопрос климатический, вопрос ветровой и так далее. То есть на проспекте росли вязы приземистые. Их формировали, они долго там существовали. Что касается данного вяза, он, во-первых, посажен неправильно. Несмотря на то, что подрядчик утверждает, что он осядет, не осядет он, дело в том, что его масса не позволит. У него небольшая масса. А колон, мало того, что он сейчас в глиняной такой опоре, он лишен еще корневой шейки. То есть они даже об этом не позаботились. Прежде чем что-то высаживать, необходимо было подводить тогда, соответственно, автополив, о котором, кстати, Волков еще в свое время говорил. Но его не послушали и ничего не сделали. Это раз. Во-вторых, у них корневой, вот этот прикорневой квадрат очень маленький. То есть он не позволит вязу развивать корневой системе. А она у него в основном поверхностная, не очень большая. То есть там где-то 47-50 сантиметров сама корневая система. В основном вот так вот он укрепляется в шейке. Далее, значит, то, что просто бросили и оставили в этом глиняном мешке, можно сказать, да это ни к чему хорошему не приведет. Необходимо было все равно его заглубить немного и открыть корневую шейку, безусловно. Этого не сделано было. То есть вот эти эксперименты постоянные, которые происходят на проспекте, на площади театральной, и везде в знаковых зонах, я считаю, что это недопустимо для города. Такие эксперименты можно проводить на менее значимых объектах. Здесь же необходимо было высаживать крупные деревья с хорошей, уже сформированной кроной, невысокие вот эти вот хаудины, при том не закрепленные. То есть его как бы посадили, не закрепили никак, а там и закрепить-то нельзя будет, потому что маленький квадрат приствольный. Вот, мало того, что проблема в чем, что деревья погибают. Очень большое количество реагентов, химических веществ поступает во время зимы. Любое дерево там погибнет. Есть, конечно, более устойчивые деревья, но уже как бы более взрослые. Сейчас, в данный момент, не решен этот вопрос никак. Во время экскурсии по проспекту спор из заочного превращается в публичную дискуссию. Мы обязательно освобождаем корневые шеи, мы обязательно все делаем. Сейчас мы пройдемся еще раз все это снимем, потому что, конечно, когда полив осуществляется, то мы, то это все заплывает. Мы обязательно еще пройдем, еще раз все почистим. Это процесс, это нужно обязательно делать. А то, что у нас в контракте, то и мы выполняем. Здесь замена грунта произошла. Здесь установка дренажная. А почему вам не по центру идти? Не надо экспериментировать на проспекте Кирова. Это зеленая комиссия. Ну, мне как-то вообще, я не знаю, что там комиссия рекомендовала. Я вам говорю о том, что я говорю, знаю, что делается и как. А вот эти квадраты на сне, это у вас по тем заданиям уже, да? Ну, это же изначально было, вот эти размеры, эти квадраты, они были заложены при реконструкции проспекта. Однако, я тоже уже говорила неоднократно, еще раз повторю, что при бетонной подготовке, укладке плитки на бетонную подготовку, размеры квадратов, считай, получается недостаточные. Они должны быть раза в полтора больше, то есть хотя бы два или два с половиной. Потому что плитка на бетонной подготовке, она перегревается, перегревается корневая система. И, конечно, плюс еще некуда корням развиваться. Здесь необходимы вообще борта, для того, чтобы защитить от реагентов. Реагентов, да. Это тоже очень важный момент, потому что в Москве делаются там высокие борта для защиты от реагентов. И дерево еще засыпается, и мучой. Вообще везде. Да, вообще везде. Это общепринятая практика. И, конечно, это помогает защитить дерево от реагентов и помогает сохранить ему здоровье. Но здесь инициатива от кого должна исходить? Я думаю, что от всех нас должна исходить инициатива, если вы, как СМИ, скажете это. Если Ольга Борисовна, с своей стороны, как эксперт, скажет об этом. Это будет очень классно, это будет здорово, и думаю, что мы достигнем результата.